Не исключено, что намечается в Германии, где председатель социал-демократической партии Мартин Шульц уходит в отставку. Он заявил, что партия нуждается в обновлении. Впрочем, за решением Шульца могут стоять и другие причины. Во всяком случае, оно, это решение, появилось на фоне завершения переговоров о формировании коалиционного правительства с партией Ангелы Меркель. Окончательное же решение по этому вопросу примут в ходе почтового голосования с участием всех членов СДПГ, то есть социал-демократической партии Германии. Его результаты будут обнародованы 2 марта, и результаты эти, по сути, непредсказуемы. Как на судьбе коалиционного правительства скажется отставка Мартина Шульца? Это еще один вопрос. Давайте поговорим об этом с политиком Сергеем Логодинским. Он на связи с нашей студией. Сергей, слышите ли вы РТВА? Да, слышу. Здравствуйте. Да, приветствуем вас. Как вам кажется, во-первых, уход Мартина Шульца с одной стороны и переговоры о коалиционном правительстве с другой? Насколько эти два события, если не связаны сейчас между собой, но могут оказаться связаны в последствии? Они связаны напрямую между собой, поскольку Шульц был одним из авторов вот этого вот нового коалиционного договора. И, в принципе, одной из проблем одновременно этого же коалиционного договора. Дело в том, что на него очень многие смотрят, как на человека, который попросту наврал всей стране. Сначала, непосредственно после результатов выборов, он просто сказал, что ни в какое коалиционное правительство мы, как партия, и я лично, как господин Шульц, не пойдем. С Меркель мы не пойдем ни в какое коалиционное правительство. После того, как не получилось коалиции, так называемая Ямайка с зелеными и со свободными демократами, здесь вся страна, средства массовой информации стали давить на социал-демократов, и вдруг Шульц говорит, ну, все-таки, наверное, надо попытаться пойти в это правительство. И не только он это говорит, но и после того, как они договорились до коалиции, да, какой-то коалиционного договора, он сказал, наверное, все-таки я лично тоже хочу постминистра. И вот тут вот уже очень многие застонали и сказали, ну, как же так, ты же нам обещал. Постминистра иностранных дел, если я не ошибаюсь, речь шла об этом. Ему вот речь шла, ему было важно постминистра иностранных дел, в принципе, это понятно, потому что ему очень важна европейская политика, он сам бывший президент парламента европейского. И я думаю, что он не только, так сказать, из своих интересов, но и из интересов, я не знаю, Европы, страны, хотел вот проводить свою линию проевропейскую. Но это не важно. Важно то, что и средства массовой информации, и общественность, и, что очень важно, очень многие члены его же собственной партии на это посмотрели, как на такой карьерный шаг, и плюс к этому еще и вранье, потому что, ну, обман, скажем так, потому что он сам еще только несколько месяцев назад просто говорил, что ни в какое правительство, ни в коем случае, он не пойдет, он идет по позиции, он будет руководить партией. А тут вот он отказался от поста председателя партии и сказал, что он вместо этого будет министром иностранных дел. Ну, вот ни то, ни другое не получилось, как вы видите. Что же будет тогда с коалиционными, с переговорами о коалиции? Насколько я понимаю, на уровне руководства они были согласованы. Теперь, значит, слово за членами СДПГ, около 500 тысяч человек, если я не ошибаюсь, около 500 тысяч членов, которые голосуют по почте. Да, 464 тысячи голосуют по почте. И вот 2 марта должны объявлены быть результаты. Как вам кажется, чего здесь ждать? Того, что это соглашение будет утверждено и коалиционное правительство появится, как казалось еще пару недель назад? Или все-таки здесь переговоры ждет провал и фиаско? Насколько я понимаю, есть какие-то опросы, которые указывают, что этот вариант весьма вероятен? Ну, конкретных опросов я не видел, но есть очень большое такое брожение в рядах партии. Дело в том, что господин Шульц не единственный, который ушел. Там целый такой карточный домик разрушился, потому что после того, как господин Шульц сказал, что он будет министром иностранных дел, нынешний министр иностранных дел начал сливать на него информацию и интервью разнообразные в газеты и журналы, где он, в свою очередь, поливал всю остальную, так сказать, часть партии, партийного руководства, ему пришлось тоже уйти, Шульцу пришлось уйти из поста министра, из поста председателя партии. И вот еще самая свежая информация. Тот кандидат, женщина, Андрей Аналис, который собиралась стать временным председателем партии еще вчера, не смогла выиграть это внутрипартийное решение, и она тоже не получила пост вот этого временного председателя партии. То есть сейчас все как карточный домик в этой социал-демократической партии, вот так вот это складывается. И это придает ощущение, особенно членам партии, тем, которым придется ставить крестики сейчас по почте, что что-то там не то, что все их обманывают, что вообще не надо идти в эту большую коалицию, что это все на вред собственной же партии. И вот с этой точки зрения, то решение, которое, казалось бы, было вот так 50 на 50, может быть выйти все-таки 51% против заключения этого коалиционного соглашения. Но на этот случай госпожа Меркель уже сказала недавно совсем на Центральном телевидении, что в таком случае она готова идти в правительство меньшинства, основывает правительство меньшинства, то есть только свою партию и христианский социальный союз баварский. И в таком случае ей придется на каждое решение парламентское и правительственное искать другое большинство в парламенте. Ну да, это будет совсем другая история, да, сложная ситуация, совсем другая история, наверное, не слишком привычная для Ангела Меркель. Но давайте будем следить за тем, как эта ситуация будет развиваться. Я благодарю политикой Сергея Лагодинского, который был на прямой связи с нашей студией.